Время новостей на телеканале ЖИТСУ. Здравствуйте! В студии для вас работает Ануар Амангельдинов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Время новостей на телеканале ЖИТСУ. 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 Отныне проблема выхаживания недоношенных детей в Алматинской многопрофильной клинической больнице решена благодаря открытию отделения патологии новорожденных. Согласно статистике, ежегодно здесь на сотню здоровых малышей пятеро рождаются с различными тяжелыми аномалиями. Благоприятные условия и высокая квалифицированная помощь врачей смогут повлиять на качество восстановления недоношенных, утверждают специалисты. К слову, в стенах медучреждения ежегодно на свет появляется около двух тысяч малышей. Подробности у Гульмиры Тимиргалиевой. Отсутствие отделения патологии для новорожденных для многопрофильной клинической больницы города Алматы было одной из актуальных проблем. По словам врачей, в сложных условиях роженицей недоношенных детей приходилось отправлять в другие специализированные медучреждения города. Отныне в крупнейшей клинике Алматинской области будет функционировать собственное отделение так называемого второго этапа выхаживания недоношенных. Им нужно оказывать помощь сразу же с первых минут, потому что высокая вероятность смертности детей именно до шести суток. И поэтому мы сегодня говорили о том, что помощь должна быть быстрая сразу же после рождения ребенка. Потому что эти патологии, они очень сложные, очень трудные. Детей из таких состояний очень сложно выводить. Должны быть квалифицированные грамотные специалисты, потому что это дети с крайне низкой массой тела. Одними из первых помощь в отделении патологии получили новорожденные близнецы Данияр и Мадияр. Их мать, жительница Кирбулакского района Назым Сердалиева, родила их, будучи на седьмом месяце беременности. По словам медперсонала клиники, сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Дети родились на седьмом месяце. Вес каждого мальчика составлял всего один килограмм 670 грамм, а рост 45 сантиметров. В клинику я поступила в тяжелом состоянии. Благодаря врачам наши жизни вне опасности. Большое им спасибо. В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу обращаются более 1 миллиона 300 тысяч жителей Южного региона. Это большая нагрузка на медперсонал больницы. К тому же ежедневно здесь на свет появляется 5-6 новорожденных. По мнению специалистов, открытие патологического отделения прежде всего решит проблему выхаживания недоношенных детей и позволит сохранить больше детских жизней. Для того, чтобы повысить качество медицинской помощи таким детям. Но я еще хочу сказать, что большое внимание и вопрос охраны материнства детства находится на особым контроле у Акима Алматинской области, Аманды Габасовича Баталова. Нам вот в этом году как никогда много поставили аппаратов искусственной вентиляции, легких мониторов и другой аппаратуры для выхаживания как матерей, так и детей. Здоровью матери и ребенка в отделении патологии уделяется особое внимание. В настоящее время на попечении медперсонала здесь находятся 10 новорожденных. Мороз, солнце и лавины. Снегоопасные участки имбирши Казахского района проверили сотрудники отдела ПЧС. Таковых в районе ни много ни мало 17. Один из них в весыском лесном хозяйстве. До пандемии популярный туробъект посещало огромное количество туристов. Сейчас их количество заметно поубавилось. Однако желающие все же еще могут насладиться первозданной красотой природы. Чтобы долгожданный отдых не превратился в трагедию, спасатели просят обращать внимание на предупреждения ДЧС и КАЗ Гидромет. Необходимо внимательно изучать информацию на табличках КАЗ Селезащиты. Если вы все же попали под лавину, спасатели рекомендуют связаться по экстренным номерам 101 или 112. Добавим, в Алматинской области лавиноопасными считается 5 регионов. Имбирши Казахский, Толгарский, Карасайский, а также Сарканский и Искельдинские районы по северному хребту Жонгарского Алатау. Пока, по словам специалистов, случаи схода лавин с начала года единичные. На данной полчасовой территории есть пешие проходы. В связи с этим ведутся агентационные работы с раздачей брошюр посетителей Исысского озера и Тургенского ущелья. Так, убедительная просьба в этой связи с желающих посетить горную местность, быть бдительными, прислушиваться к спасателям. В данный момент идет рассылка. В случае штормового предупреждения идет рассылка с номером 112. Три человека погибли на водоемах Алматинской области в зимний период с начала текущего года. Как показывает практика, несчастные случаи происходят с любителями рыболовами. В связи с недопущением летальных исходов в регионе ведется ежегодное патрулирование водных объектов. Среди любителей активного отдыха зимняя рыбалка стоит особняком. Это продиктовано тем, что снасти совершенно другие. Условия более суровые и добыча иная. Одно из излюбленных мест рыбаков – Капшагайское водохранилище. Если будет какая-то непонятная ситуация, забуделись, например, сейчас вот видите погода, туман, звоните 112, позвоните, там будет, реагируем быстро и поможем. Хорошо? Здесь специальный рисунок, какие сантиметры. Для того, чтобы находиться на льду одному человеку, он должен быть не менее 10 сантиметров толщиной. А если это пешая переправа, то 15. Можно легко определить, в каком состоянии лёд по его цвету. Если он голубой, значит надёжный, напоминают спасатели. Наверное, лучшего места для зимней рыбалки, чем Капшагайское водохранилище, в области не найти. Рыбаки всегда возвращаются с хорошим уловом. Однако, любой отдых должен быть безопасным. В связи с этим мы на постоянной основе патрулируем водные объекты. Сейчас здесь лёд достаточно крепкий – примерно 15 сантиметров. Да и рыбаки сами хорошо подготовлены. Но наша обязанность – ещё раз напомнить правила безопасности на льду. К слову, самыми проблемными считаются граждане в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому мы проводим рейды вместе с сотрудниками местной полицейской службы. Статистика показывает, чрезвычайные ситуации на замёрзших водоёмах в основном случаются с любителями рыболовами, пренебрегающими правилами безопасности. Учитывая относительно тёплую погоду в декабре, лёд на водоёмах ещё не окрепший. Потому и опасен, считают сотрудники ОЧС района. Основное правило – не выходить, тем более не выезжать на неокрепший лёд. Спасатели приживают граждан помнить и соблюдать меры безопасности на зимних водоёмах. Дамира Нитов, Ержан Дюсенов, Телеканал ЖИЦУ. Пандемия коронавируса и введённые в связи с ней ограничения сказались на западно-казахстанских предпринимателях. Некоторым из них пришлось отложить реализацию инвестиционных проектов, связанных с расширением производства. Подобной ситуацией оказалось и предприятие по выпуску мяса птицы, расположенное в Уральске. Новые цеха птицефабрики начнут строить в следующем году. В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития признают, что местные предприятия столкнулись с определёнными трудностями, но производство на них не прекращалось. К тому же государство рассматривает различные варианты поддержки предпринимателей. Почти 35 миллионов тенге оценили ущерб от стихийной свалки нефтеотходов в Павлодаре, сообщает закон КИЗ. Минувшей осенью экологи забили тревогу. На окраине Павлодара были обнаружены чёрные лужи из жидкой нефти, битума и резины. Видео, которое активисты разместили в соцсетях, вызвало резонанс. Оказалось, что свалка находилась в санитарно-защитной зоне предприятия, где чистят цистерны после горючей жидкости. Свои отходы компания незаконно передала третьим лицам, у которых не было права на утилизацию нефтепродуктов. Кто будет оплачивать ущерб природе, предстоит разобраться следствию. Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса, актриса Жолдыс Абдукаримова, победила в конкурсе «Мисс Селенная-2020». Об этом сообщается на странице конкурса в Инстаграм. Ранее об этом участии в международном конкурсе сообщила сама Абдукаримова. Это конкурс, который позволяет продемонстрировать сочетание не только внешней, но и внутренней красоты, ум раскрыть тонкий духовный мир. Главная цель мероприятия – поддержка женщин со всего мира. Из-за пандемии в этом году конкурс пройдёт онлайн, писала Жолдыс в начале декабря. Голосование проходило с 1 по 24 декабря. «Миссис Селенная» – это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нём участие женщины из всех стран мира – замужние, разведённые или обдовевшие в возрасте от 18 до 55 лет. В Талдукургане задержан подозреваемый в ограблении пожилой женщины. Ему оказался 19-летний житель областного центра. В дежурную часть отдела полиции УП города Талдукурган обратилась местная жительница с заявлением об ограблении. Неизвестный мужчина в микрорайоне Жастар выхватил у неё сумку, в которой оказались 85 тысяч тенге, а также пенсионное удостоверение, банковские карточки и удостоверение личности. Данный факт зарегистрирован по статье 191 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Злоумышленник в сумку и документы выбросил недалеко от места преступления. Деньги оставил себе. Сыщикам оперативным путём удалось установить местонахождение и задержать подозреваемого в районе Центрального парка. После предъявления видео, зафиксированного в момент ограбления и других доказательств, он признался в совершении преступления. Более 5 килограмм гашиша изъяли полицейские у жителя Талгарского района. Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с районными полицейскими провели оперативно-развитые мероприятия, направленные на выявление фактов хранения наркотических средств. В ходе обыска жилого помещения в посёлке Харабулак Талгарского района у 43-летнего местного жителя найдены и изъяты 4 пластмассовые бутылки с содержимым растительного происхождения и 2 пакета с веществом зелёного цвета, признанным экспертизой наркотическим средством «Гашиш». Общий вес изъятых наркотиков составил 5 килограмм 600 граммов. Указанный факт зарегистрирован ЕРДР по статье 296, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемому на период судебного расследования санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Достойное существование для жителей сёл. Продолжение агитационной работы члены партии «Аул» посетили Ахсусский район. В ходе обращения с электоратом партийцы озвучили несколько приоритетных вопросов своей предвыборной программы. Всего в ней 7 важных направлений. Среди них повышение качества жилищного строительства и создание комфортных условий для проживания сельчан. По мнению членов партии, в Казахстане нужны кардинальные перемены и в вопросе кредитования бизнеса. Большое внимание уделено также вопросам социальной сферы. Так, партия «Аул» предлагает присвоить семьям с тремя детьми статус многодетных, а также увеличить сумму детских пособий. Наряду с этим остро стоит и кадровый вопрос. Его решение партийцы видят в привлечении граждан в районы с дефицитом рабочей силы. Стоит отметить, предвыборные штабы партии «Аул» созданы во всех регионах области. Сегодня их представители посещают населенные пункты в регионах, встречаются с населением и представляют программу партии. На счету партийцев уже 12 районов, где прошли встречи с населением. К слову, по республике от партии «Аул» 19 кандидатов мажили из парламента. На городских, районах и сельских уровнях 600 кандидатов. В Алматинской области зарегистрировано 5 областных и 75 районных кандидатов в депутаты. Основная задача – это их пригласить на выборы, чтобы они приняли активное участие на выборах, чтобы выполнили свой конституционный долг. Хотим, чтобы жители села жили так же, как и городское население, чтобы между ними не было разницы, чтобы у них тоже была горячая вода, чтобы газовая, чтобы медицинское обслуживание, чтобы в каждом районном центре был мега-центр. Мы хотим, чтобы «Аул» поднялся, потому что для нашей родины, для нашего государства кормилицей является сельское хозяйство. На сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 19 687 членов партии. Также у нас насчитывается 59 районных и сельских партийных организаций. 10 января в выборах примут участие 80 наших кандидатов со всех районов. Согласно программе партии «Аул», «Казахстан будущего» – это страна, сохранившая свои традиции и культуру, обычаи и язык. Мы за то, чтобы именно государственный язык пособствовал развитию нашей страны. А сельское хозяйство стало основой экономики Казахстана. Слезы, переживания и овации. Заряд бурных эмоций подарило выступление актеров театра «Баканас» жителям областного центра. На суд зрителей творческий коллектив представил картину художника-постановщика Олимбека Оразбекова «Одинокая яблоня». Режиссером постановки выступил Фархад Жилгильдиев. В спектакле рассказывается о нелегкой судьбе матери, с любовью вырастившей своих детей, но в итоге обреченной на одинокую старость. Живая игра актеров, жива трепещущая музыка и хорошо подобранные декорации вызвали у ценителей искусства самые неподдельные эмоции. Отметим, Баканасский народный театр был основан в 1965 году и просуществовал до 1998. Спустя 20 лет храм Мельпомены вновь распахнул свои двери и продолжил радовать зрителей незаурядными постановками. В целом, это восьмой народный театр, который посетил с гастролями областной центр. К подготовке этой постановки наш творческий коллектив подошел очень тщательно. Мы готовились двумя составами. Если вдруг из-за каких-либо обстоятельств один актер не сможет сыграть роль, его может заменить другой. В целом у нас в труппе 16 человек. Все они уроженцы Балхарского района. В составе у нас есть как опытные, так и молодые актеры. Хотелось бы отметить, что наши парни и девушки очень талантливые артисты. Думаю, у них большое будущее на сцене. Нести воинскую службу и новогоднюю радость. Военнослужащие Талдыкурганского гарнизона вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой принесли детям своих сослуживцев волшебство Нового года. В семье Талдыкурганского военнослужащего шестеро детей. Из-за запрета на выездную деятельность аниматоров они могли остаться без доброго дедушки, несущего подарки и волшебство Нового года. На помощь пришли добрые сослуживцы, преодолевшись, переодевшись Деда Мороза и Снегурочку, показав, что защитники Родины могут нести не только воинскую службу, но и новогоднюю радость. Счастливые дети встретили их, что называется, во всеоружии, подготовленными танцами, стишками и хорошим настроением. Закончив представление для доброго дедушки, ребятишки с предвкушением смотрели, как он открывает свой заветный красный мешок и достает оттуда подарки, которые можно получить лишь раз в году. К нам пришел Дедушка Мороз. Мы ему подготовили танцы и разные стишки. И нам было очень весело. И Дедушка Мороз подарил нам подарки. Мы были очень счастливы. Искать зараженных в Чили будут собаки. В аэропорту столицы Сантьяго выявлением зараженных COVID-19 займутся четвероногие. Эту миссию возложат на специально обученных ретриверов и лабрадоров. После прибытия в аэропорт пассажирам нужно будет протереть запястье и шею марлевой салфеткой, которые будут помещаться в стеклянные контейнеры. А собаки затем определят, заразен человек или нет. Как известно, собаки часто используются для поиска наркотиков и взрывчатых веществ. Но они также успешно выявляют заражение малярии, рак и болезнь Паркинсона. Поиском зараженных COVID-19 уже занимаются собаки в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов и Финляндии. По меньшей мере, три человека пострадали в результате взрыва автомобиля, произошедшего в пятницу в центре американского города Нешфилла. По словам представителей полиции, инцидент произошел из-за преднамеренных действий. Не исключается, что внутри возгоравшегося фургона мог находиться человек. По словам очевидцев, женский голос сообщил «Внимание, внимание, спасайтесь! Машине бомба! Это она скоро взорвется». Это предупреждение позволило полиции провести эвакуацию жителей близлежащих домов. Взрыв произошел примерно в 12.30 по времени Гринвича. В результате были повреждены фасады окружающих зданий, выбиты окна многих квартир и магазинов. Улицы были завалены обломками, стеклом, ветками деревьев, кирпичами. Водопроводные трубы также были повреждены. Помимо этого были повреждены и автомобили. Некоторые из них сгорели дотла. Взрыв ощущался на расстоянии нескольких километров. Мотив поступка пока неизвестен. Район был отцеплен полицией, ФБР и федеральным агентством. По оружию и взрывчатым веществам взяли на себя ведущую роль в расследовании. Тысячи вьетнамских веслобрюхих свиней заполнили улицы городов Пуэрто-Рико. Мамаши с поросятами спокойно разгуливают по кварталам, опрокидывают и роются в мусорных баках, а также добывают корм в садах и фербах. Местных жителей пугает их непреодолимая любовь к еде и то, с какой скоростью эти милые хрюшки размножаются. Местные ученые, учитывая интеллект этих животных, их привычки и поведение, придумали новый способ их отлова. Они изобрели специальные ловушки. После того, как свиньи в них попадают, их доставляют в закрытые ветеринарные центры и там усыпляют. По словам официальных лиц, проект по искоренению вьетнамских свиней может занять до двух лет. И на этом у нас все. Я благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова